приветствую всем здоровья сегодня на обзоре насос заказаны в китае выглядит собственно вот так называется бета кто сидит за каналом уже наверняка видел обзор на другой насос под этим же брендом для тех кто не видел но заинтересован ссылку на обзор добавлю в описании и так в руках у меня второй вариант начать думаю с того что в этом насосе как и в предыдущем реализована схема с возможностью выбора режим накачки режимы выбираются путем поворота вот этого переключателя на торце ручки но если в предыдущем насосе режимы накачки были связаны с накачкой шин то здесь несколько иначе первый режим тут для накачки шин второй же для подкачки воздушных амортизаторов и вилок на насосе имеется манометр для контроля за давлением а также кнопка позволяющая сбрасывать излишки его насос выполнен с использованием алюминия изготовлен качественный имеет не самые большие габариты у насоса имеется гибкий шланг на конце которого резьбовой наконечник для накачки шин формата автониппель также в комплекте идет такой вот переходник для накачки велосипедных колес с ниппелем просто отмечу что длина качки колес с велосипедным ниппелем порядок 10 следующий сначала на ниппель накручен переходник и лишь затем наконечник насоса дело в том что если вы попытайтесь накрутить это в сборе то будет крайне неудобно потому что эта скрутка не вращается свободно посаженный переходник прижимает придвижное кольцо с резьбой и собственно это крайне неудобно но стоит разобрать это все и сделать правильно то проблема исчезает немного минусах к минусам я бы отнес достаточно медленную накачку колес и пожалуй отсутствие упора в этом насосе но это лично мое замечание возможно для кого-то они являются критическими что же давайте взвесим а итак насос весит 191 грамм в комплекте также идет вот такой держатель устанавливаемый на велосипед взвесим его 21 грамм ну что же вот такой обзор получился сегодня кого заинтересовал этот насос ссылка в описании а на сегодня это все до новых встреч а а Субтитры создавал DimaTorzok